всем привет меня зовут ира и на этом канале я рассказываю о своей коллекции растений вам наверное непривычно в основном я показываю большие взрослые уже растения намотанные на опору не по одному разу но в этом видео я покажу вам малышку под названием санге абрикантные либо ds70 абрикантные какое точно у него название закрепилась на данный момент я не знаю поэтому говорю вам сразу оба названия которых неизвестно так вышло что я в ней разочаровалась изначально когда я ее увидела были на фото два красивых ярких листа даже не два а вот такой примерно от росточек в три в два узла яркие такие красивые абрикантные листики я увидела и конечно же мне захотелось ее приобрести потому что цена на нее очень доступная я на стадии коллекционирования собирательства и в общем она мне очень нужна была вот ну когда я ее покупала продавец мне а я спросила сначала у одного коллекционера который находится соседнем городе я большую часть коллекции покупала у нее она мне сказал вот что я я ее вывел из коллекции никаких звоночков у меня на тот момент не случилось думаю как так такая красивая кое и и вывела в общем я нашел у другого коллекционера и вообще не составила труда ее купить купила и вот что я поняла абрикантные листья у нее только на молодых при росте потом со временем со временем у нее все это сходит почти на нет и остается от варигантности только вот такой вот светленькое пятнышко вот ну можно разглядеть такую темную каемку все все что осталось от варигантности этот молодой лист вот так выглядят уже подросшие листья то есть изначально она нас очаровывает такими милыми листочками с такой яркой варигантностью листья невероятные не знаю на что похоже на нас тут очень приятно они наверное опушен я вот мой глаз не улавливает мне кажется что какой-то мелкий мелкий пушок на них присутствует вот соответственно вот это все настолько мило настолько красиво что хочется конечно же сразу же и и заиметь коллекцию ну а потом она становится обычный обычный зеленый хое эти очень трудно поддаются растение всякой уборки вот не так мне кажется все таки они опушены не очень видно в общем да точно точно они пушистенькие так и в общем я распродав в этом году эту хую нахожу покупателя на мои оставшиеся растения поэтому в принципе я и снимаю это видео чтобы запечатлеть рассказать о ней потому что потом у меня ее не будет и я навряд ли я буду вообще когда-либо покупать потому что она у меня цвела вот посмотрите такой длинный цветонос она у меня давала и как это пахнет маленькая корзиночка издает аромат тухлого мусора вот знаете как будто вот вспомните ощущение вы проходите мимо помойки жарким днем летним и вот такой вот аромат издают это маленькая милая пушистая малышка то есть за что в принципе и и держать ну так конечно она интересная даже вот в зеленом цвете да видно градиента темного к свету приятные листочки на ощупь ну так как я в нее в ней разочаровалась мне она в принципе уже неинтересно и место чтобы она у меня занимала в коллекции я не хочу я лучше отдам это место какому-то более интересному виду более какому-то редкому в этом году я очень тщательно прорабатываю свою коллекцию у меня еще много есть растений от которых я бы хотела избавиться либо те которые уже выросли большими и я бы с радостью избавилась от большого растения и начала бы выращивать его с нуля это как пройти миссию в игре уже как бы нет интереса и хочется самого начала вот когда ты дойдешь пика какой-нибудь игры и уже там все в общем так у меня с цветами принципе здесь я понятно объяснила вот но санге я буду наверное любоваться на ее на нее фотографиях у других коллекционеров причем только на молодые листики а так я не думаю что я буду скучать она у меня идет в хорошие руки я за нее абсолютно не переживаю ну а если мне захочется все таки ей приобрести заиметь я соскучусь она есть у моей мамы поэтому я с легким сердцем с ней расстаюсь в этом горшке у меня находится пять черенков я их посадила в начале этого лета срезала всего лишь один раз вот с этого черенка 55 узлов то есть примерно вот таким размером был тут черенок вот стояла она у меня на южной стороне прям под палящим солнцем не выгорела немножечко вот загорала вы можете оценить ее темп роста я считаю что это очень очень медленно также она медленно укореняется по поводу болезней и прочих неприятных ситуаций которые сталкиваются с которой мы сталкиваемся с ней ничего не происходило в этом плане ее медицинская книжка пустая я надеюсь что я кому-то помогла этим видео например вы хотели эту хую в коллекцию но у вас какие-то были сомнения и вот я надеюсь что в этом видео вы нашли какие-то ответы и более точно уже решили да нужна она или нет не нужна она мне в коллекцию вот подписывайтесь на мой канал я регулярно выкладываю видео о моих комнатных растениях и скоро будут некоторые лайфхаки связаны естественно с растениями и выращиванием растений в домашних условиях всем спасибо за внимание и до новых встреч пока пока